Владимир Путин подписал указ об опрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. И о том, как указ российского президента восприняли в народных республиках, узнаем у Александра Сладкова. Он с нами на прямой связи. Здравствуйте, Александр. И так, что говорят люди в Донбассе? Будут ли получать паспорта? Здравствуйте. Ну, конечно, будут. Это одна из самых главных новостей последних лет Донбасса. И люди воюют за это. Люди за это отдают жизни, терпят лишения. Они живут во время войны здесь, в центре Европы, для того, чтобы решить свои проблемы, связанные с признанием России. Так вот, о формальном признании территории, конечно, говорить рано, но выдача и предоставление возможности получать российское гражданство – это очень большое дело. Наши корреспонденты, которые работают вместе с нами здесь, корреспонденты Вестей, они общались с местными жителями в Донецке. Спектр мнений, вы знаете, ну, конечно, большинство рады, большинство восприняли с восторгом эту новость, которую, собственно, сообщали мы им. Потому что широко она еще по республикам не разошлась. Второе. Есть люди, которые относятся скептически. Да, говорят они, гражданство, а дальше что? То есть здесь должна быть проведена соответствующая информационная работа, информационное сопровождение указа Владимира Владимировича Путина здесь, на территориях. И, скорее всего, это начнется, разъясняя те позиции, которых смогут достигать жители, получившие российские паспорта, живущие здесь, на территории ЛНР и ДНР. Вы понимаете, это не просто человек получает возможность находиться в Российской Федерации без определенного срока, как гражданин другой страны, получать работу, получать учебу. Да, это все очень важно. Но это залог безопасности каждого человека, живущего здесь, имеющего российский паспорт. Теперь за ним будет стоять настоящая большая держава, которая его, как гражданина, но обязана оберегать. Вот далеко идущие перспективы, на мой взгляд, которые будут сопровождать этот процесс. Вера. Спасибо, Александр. На прямой связи из Донбасса был Александр Сладков. Продолжение следует...